Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Во время прогулок по Риге я снова нашел брошенные квартиры. Дом горел, и люди ушли, бросив свой современный быт. Приятного просмотра! Похоже, что вот в этой квартире что-то загорелось и был очень сильный пожар, который успели потушить, весь дом не сгорел, но по какой-то причине дом теперь стоит пустым. Пробрался я внутрь этого дома и попал сразу на второй этаж. И второй этаж действительно очень сильно пострадал при пожаре. Все горелое, даже запах такой, как после пожара. А в той части здания вообще даже нету пола и обвалилась крыша. Первая квартира. К сожалению, тут все такое очень пострадавшее от времени, от мародеров. Но все равно многие вещи оставлены. Это была кухня. Здесь опять же зубные щетки, как и во всех квартирах. Паста. Различные гигиенические принадлежности, моющие средства. Вот интересно, вода. Воды здесь нету. Видно, кран сняли мародеры уже на металл. Плита, на которой готовили кушать. Одежда. Вот на самом деле удивительно, что этот дом горел, судя по всему, не так давно и заброшен не так давно. И в наше, казалось бы, современное время люди готовят кушать еще на такой старомодной плите. Что ж, может быть, здесь даже не проведен газ в дом. И такая плита на дровах это единственный способ приготовить покушать. Кастрюля. Тоже удивительно, что их до сих пор не утащили, эти кастрюли. Очень много вещей тут. Полные шкафы упаковок каких-то. Непонятно. Ну вот, например, чай. Этот подозревает в основном чай и кофе. А вот макароны быстрого приготовления. Так называемый доширак всеми известный, любимый. Тарелки даже. Собственно, эти квартиры они довольно современные. Вряд ли тут будут какие-то редкие тарелки, но вот эти тарелки, опять же, рижского производства. Вот по этому знаку я уже научился определять, какие тарелки рижские. Это уже какие-то современные. Ну а какие-то супер интересные тут вряд ли будут. Часы. Вероятно, советские. В общем, что-то у меня глаза от этого всего даже разбегаются. И столько вещей. Холодильник. Интересно. Холодильник не открыть, потому что тут завал. Даже два холодильника. Плита. Плита. Точнее, микроволновка. Ой, иконы. Православные люди тут жили. А вот это наверху, я так думаю, да. Это был святой уголок. Здесь стоят православные иконы. Вот икона Божьей матери. И различные подставки для свечек. К сожалению, святой уголок сгорел. Календарь даже есть. 2010 года. Еще макароны остались. Очень удивительно, что здесь прямо вот столько всего оставлено. Вот даже в холодильнике есть еда. Его не открыть, конечно, но что-то там в нем доесть. А это, получается, была уже жилая комната. Опять же, очень много всего оставлено. Вот интересная вещь. Рыболовный бур. Возможно, здесь жил какой-нибудь старичок, который увлекался рыбалкой. Спальное место чье-то. Прямо у меня эмоции такие. Найти квартиры, где столько вещей. Такое бывает нечасто. Ну, квартирка довольно тесная на самом деле. А вот от швейной машинки этот футляр. Но саму машинку, наверное, уже отсюда вынесли. Определенно здесь жили православные люди. И непонятно, почему эти квартиры бросили. Вот, нашел интересную вещь. Рецепты, как готовить еду на 2022 год. То есть, получается, что здесь жили еще в этом году. И совсем-совсем недавно этот дом был заброшен. По всей видимости, еще есть две квартиры на втором этаже. Все такое жуткое, прямо горелая проводка. Пожар здесь был довольно сильный. Я так предполагаю, дом забросили как раз-таки из-за того, что случился пожар. Не стали восстанавливать. Туалет такой тоже совсем старенький. И вот вторая квартира, получается. Тут уже все выглядит более современно. Кухонька. Микроволновка такая вот. Разобранная бритва. Посуду всю вынесли, видимо. Только кружечки. Вот это. А, здесь была своя, даже в квартире, своя ванная. Туалет и душ-кабина. Потому что во многих подобных квартирах была общая ванная и туалет на несколько квартир. А тут своя. Заметил еще вот тоже много посуды разной. Такая детская, детская коробочка, брать еду в школу. Разные тоже лекарства, что ли, в пластыре. Много разных таких вот вещей, чисто бытовых. Комната тоже уже по сравнению с прошлой квартирой. Эта квартира прямо очень шикарная. Бутылка от алкоголя. Ну, год на ней, конечно, вряд ли будет. Хотя, судя по календарю, в прошлой квартире забросили в этом году дом. Блин, классная копилка. А ножи кто-то растащил уже. Ммм, электрические обогреватели. Шкаф с разной интересной посудой. Красивой. Вот это что-то уже интересное. А вот это вот духи такие, да? Айсберг. Очень интересная упаковка у них. Морские ракушки. Еще один календарь за 2020 год. Здесь висит маска. То есть, люди жили здесь в период пандемии. Это было совсем-совсем недавно. Украшение классное, новогоднее. Конечно, можно очень долго это все ходить, изучать. Но не хочется тоже растягивать выпуск. Так, третья квартира. Тоже здесь такая вот плита старого образца. Конечно, вряд ли. Да. Электричества тут нету. Такие же вот бокалы стоят для пива. Книжки на русском языке. Тапочки, сапожки. Вот тут, по-моему, что-то интересное. Да, вот тут уже посуда такая красивая. Во, какой красавец. Посуда тоже рижская. Да, это все рижская. Только там был синий значок в первой квартире, а здесь зеленый. Возможно, это более старая посуда чем-то. Холодильник, опять же, 2022 год. Календарь висит. Полный холодильник. И морозильник. Запах, конечно, отвратительный. Ой, там даже в морозильнике что-то есть, но я открывать это точно не буду. Шкаф с одеждой. Эта квартира тоже весьма такая опрятная, с ремонтом. Искусственные цветы. Интересные. Интересный будильник такой, старенький. Опять же, календарь 2022 года. Температура у нас минус 5. Тут начал рушиться потолок. Странно, что люди не забрали свои вещи, конечно. Причина тому, что люди ушли, определенно пожар. Но вот почему не забрали вещи. Кто-то хотел выучиться и сдать на водительские права. Диски самые разные. Тут на самом деле, вот по количеству вещей, я даже, наверное, еще ни разу таких квартир не встречал, где прям столько всего. И все современное. Так же, душ-кабина. И плита. Я так думаю, в первой квартире, где я был, там жили более бедные люди, возможно, старики. А в этих двух уже люди помоложе. Полный шкаф припасов. Полный шкаф припасов. Время спуститься на первый этаж. Даже есть вход в подвал. Или это не подвал. Это просто такое помещение небольшое. Но странно, потому что тут даже нету лестницы вниз. Вот. Прихожая такая. Со складом вещей. Удивительно, но здесь даже осталась одна закрытая дверь. Так, квартира 13 и 14. Длинный туалет. Интересная такая планировка. Ой, сколько бумаги туалетной висит. Тут такая уже более современная дверь. Мародеры ломали, ломали. Но так и не доломали. Получается, уже четвертая квартира по счету. Тоже с ремонтом. Хоть забирай и кушай из таких квартир Геркулес, крупа. Мне вроде не портятся. Еда сейчас дорогая у нас как раз. А здесь лежит брошенный. Опа. Идущие часы. Ткани заклинившие. Лекарства. Здесь тоже, возможно, жили пожилые люди, которые были уже больными и нуждались в лекарствах. Комната отдыха. Тут уже, к сожалению, совсем все разграблено. Кстати, такие вот, такую мебель, такие стулья, кресла попадаются очень часто в старых квартирах. Жилая комната. Телевизор уже современный относительно. Вначале подумал, что это туалет посреди комнаты. Хотя, вероятно, это и был туалет посреди комнаты. То есть, вот здесь шкаф, диван. А вот здесь стоял унитаз. Вот кусок трубы торчит. И подставка для ёршика. Интересная планировка. Чего только не найдешь в таких квартирах. Опять же, посуда. И тоже рижская. Что интересно, не нашел я за сегодняшний день ни одной ни фотографии, ни какого-то дневника, ни письма. Это наводит меня на мысль о том, что все-таки, видимо, самые ценные люди забрали. А то, что осталось, значит, уже им не было нужно. Хотя, опять же, столько мебели, еды, предметов, быта. Мыло, вот даже осталось лежать. Я бы, если бы переезжал, бы определенно забрал бы как минимум часть вещей таких. Вот. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 такое вот сегодня я нашел заброшенное место и всем удачи до новых встреч